Утро на Елисея Самые лучшие тестировщики это дети. Если ребенку нравится игрушка, это показатель того, что она удалась. Динокопилки, балансиры для рук и сортировочные доски. Уже два с половиной года Владимир Кокитько занимается изготовлением развивающих игрушек и нейротренажеров из дерева. До этого владел небольшой мастерской и фотографировал в клубах Красноярска. Рассказывает, что к производству таких необычных изделий пришел случайно. Друг попросил сделать межполушарный лабиринт. Такой в магазине стоил дорого. Я сделаю один, они показали знакомым, пришли знакомые, заказали еще, те показали другим. В итоге за месяц там больше сотни заказов просто упало на них. Отдали это сотню заказов, там пошло в другой регион, оттуда еще заказы начали сыпаться. Людям просто понравилось качество. Заказов стало столько, что Владимир перестал заниматься фотографией, продал оборудование и вложил деньги в новое дело. Снял помещение побольше, закупил технику и стал делать игрушки. Это, например, у нас геоборды. Так называемая математическая доска. Смысл этой доски в том, что берутся обычные простые денежные резинки, разноцветные или одноцветные, и с помощью них выкладываются различные узоры, рисунки, надписи. Это у нас называется пальцеходы. То есть смысл этой доски в том, что кладется так две доски, и ребенок по очереди пальчиками шагает в разном порядке. То левой рукой, то правой рукой, то двумя руками, закрыв один глаз. Вот это балансборд восьмерка. Моя задача сейчас будет встать, на него не упасть и попробовать прокатить шарик, не касаясь стенок. Сейчас ноги почекуньку расставляем. Не боимся, я вас страхую. Шире, шире, шире. Чем шире, тем сложнее. Вот на эти вот пятки, да? Чем легче, наоборот. Да, вот на пяточки. Вам достаточно будет. Вот теперь пробуйте. Кажется, немножко получается, но с поддержкой. Все это развивает мелкую моторику, внимательность и координацию. Такие игрушки используют даже спортсмены, а также специалисты для занятий, в том числе с особенными детьми. Кстати, все изделия Владимир придумывает сам и сначала отдает их тестировать логопедам, ортопедам и нейропсихологам. Которые начали как раз таки давать советы по поводу того, как правильно, как неправильно, как лучше, как хорошо, как плохо. За счет этого мы переделали абсолютно все наши изделия. То есть мы отправляли им на тесты, они там месяц-два их тестировали, нам говорили потом выводы. К нам даже очень часто взрослые обращаются, которые попали, например, в аварию, инсульт, инфаркты. И им необходимо восстанавливать организм, лечить его. И наши изделия как-то везде лучше для этого подходят. Что немаловажно, все игрушки безопасные проходят ручную обработку, которая занимает 70% всего процесса. Всего же на изготовление одного изделия уходит около 4 часов. Необходимо написать программу для станка, который потом вырежет заготовку, зашлифовать ее, сделать лазерную гравировку, покрыть лаком и упаковать. Мы снимаем всегда фаски, как внешние, так и внутренние на своих изделиях, которые потом вручную вышлифовываются, для того, чтобы невозможно было даже при огромном желании посадить себе за нозу, поцарапаться, покорябываться. Потому что, как правило, на балансбордах люди стоят чаще всего в носках. А если есть хотя бы малейший где-то скол или заусенца, то очень легко носком это дальше вытащить и посадить себе за нозу, что весьма неприятно будет. Ну, как сам отец, прекрасно понимает, что я не хочу, чтобы мой сын мог об игрушке пораниться. Владимир признается, он любит свое дело не только за то, что оно приносит удовольствие ему, но и за то, что с помощью своих изделий он может помогать людям.